Ночью 30 августа Российская Федерация нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами. Украинские защитники уничтожили 43 воздушных целей из 44 выпущенных россиянами. 28 крылатых ракет и 15 ударных беспилотников были ликвидированы в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщают воздушные силы вооруженных сил Украины. Ракеты воздушного базирования типа Х-101, Х-555, Х-55 были выпущены с 11 самолетов стратегической авиации из Каспия и района Энгельса. Ударные БПЛА типа шахет с южного и северного направлений, а именно Приморско-Ахтырско и Курско. К отражению атаки были привлечены украинские зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения. В результате очередной атаки на Украину в Дарницком и Шевченковском районах Киева произошло падение обломков российских ракет. Возникли пожары. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки упали на крышу торгового помещения. В результате ракетной атаки у оккупационных войск в Киеве погибли два человека. Еще двое получили ранения и были госпитализированы. Вследствие ночной атаки россиян дронами и ракетами в трех районах Киевской области возникли пожары истразрушения жилых домов. Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, обломки российской ракеты обнаружены также на территории местного кладбища. Там произошло возгорание. В Киевской области ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют мужчины 43 и 49 лет. Сообщается, что разрушены также гаражные помещения, уничтожены два автомобиля. Россия также атаковала дронами Камикадзе, один из объектов инфраструктуры в Житомирской области. Обломки частично повредили объект и железнодорожное полотно. Об этом сообщает глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, возникшие из-за вражеской атаки очаги возгорания оперативно ликвидированы. Жертвы пострадавших нет. Российские террористы ночью также атаковали ракетами морского базирования Одесскую область. Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, восемь ракет уничтожили украинские силы ПВО и морской охраны над морем. Попаданий и разрушений нет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал массированный удар по Киеву, нанесенный россиянами минувшей ночью. Далее цитата. Сегодняшний масштабный комбинированный удар РФ крылатыми ракетами и шахедами по Киеву – это, безусловно, преднамеренная атака на мирное население. Мотив – месть за участившиеся аварии в самой РФ, неудачи на фронте, межнациональная ненависть и попытка психологического запугивания. Несомненно, нападение такого рода квалифицируется как акт демонстративного терроризма, продуманный, преднамеренный и совершенный группой лиц по предварительному сговору. Написал Михаил Подоляк в своем твиттере.